В общем, синоптики обещали нам, что у нас 5.08.2007, 5.08, 5.09. Господи, короче, всем доброе утро. 5.09.2017 год, Юра, абсолютно трезвый, но как всегда забыл вспомнить дату, что с этим делать, как с этим бороться, вот вообще без понятия. Я нахожусь сейчас на крыше мира, любимый барханчик рядом с барханчиком, на котором делаю, правильно мне сказать, Юрик, называй дюны. Такие барханы, это такие песочные, как бы без растительности насыпи, поэтому ладно, будем называть дюны. Нахожусь на дюнах, дюны очень красивые, такие классные, клевые, ну что еще сказать, я их очень сильно люблю, и поэтому как бы стараюсь за них переживать и бороться. Я вот хочу показать вам, как квадроциклы, да, сшатывают их тоже. То есть вот видите, осыпается потихонечку-потихонечку дюна за счет того, что здесь постоянно гоняют квадроциклы, видите, они, то есть, ну им все равно, они гоняют между кустов, вот видите, вот в этом райончике, там приближе, то есть кусты, что уничтожаются, кто-то чуть левее, правее, все, куста нет. Куста нет, песок сдуло. Сдуло куда-туда, там подмели и вывезли на мусорку, то есть все просто, даже думать не хочется о том, что мы увидим через пару-тройку лет. Потому что еще буквально в прошлом году здесь вот это все было реально прям вот этими кустиками зелененькими, прям все-все-все было заросшее зелеными кустиками. Вот вам квадроцикл погоняли, все, кустиков нет, давай, до свидания, барханы тоже мне нужны. Никто не хочет думать о том, что в скором времени берег съест, вот смотрите, насколько береговая линия сейчас даже за лето стала уже, чем была, допустим, даже в начале сезона. Она меняется туда-сюда, отходит вперед-назад. Но сам факт остается фактом, что растительность уничтожается, она растительность только и держит песок на месте. Не будет ее, песок просто сдует вот на пансионаты и все. Вот, кстати, Черноморец, который стоит и не работает. Стоит и не работает, дети где-то оздоравливаются в другом месте. Гигантская просто территория, зеленая, классно. Ну зачем, потом лучше когда-нибудь, вон, ЖК Кавказ построит еще один, зачем нам детей, да, здоравливать, официально по этому поводу. Переживаю, ну, ладно, давайте я вам покажу, как выглядят сейчас наши пляжи. В общем, синоптики, как всегда, ошиблись. Солнышко светит, вот, да, сегодня благу видно, то есть там вдалеке, это Благовещенское. Вот, таблетки жемчужной России. И, наверное, перед этим видео сейчас еще запущу второй эфирчик на канале, запущу эфир на втором канале. Прогуляемся отсюда, от Кавказа до пляжа жемчужной России, покажу вам море, а то скучно. У меня час времени, у меня девушка была на 9 утра, повредила ночью ногу, не знаю, где она повредила. Ей огромный привет, говорит, видео мои смотрит, лайк ставит, отлично. И обмазывалась зеленка, в общем, фотосессия отменилась. Ну, ничего страшного, зато у нас появилось время на небольшой эфирчик. Перед следующей съемочкой, которая будет в 10 утра. Сегодня у меня пары-пары фотографируются, прям, давно так много их не было, обычно, детки. Сегодня вот я отдыхал, но чувствую, как бы, к обеду будет веселее. На Данапе есть облачки, сегодня и здесь все было затянуто, но вот буквально минут 20 назад они исчезли. И пошли, как бы, такие солнечные, красивые моменты. Опять я, как всегда, не успел сделать, сказать, опять поздравления или благодарности, вот, правильно сказать, людям, которые задонатили. Простите меня, сорян, вот, что-то вот как-то вчера опять не получилось у меня просто. Ну, там свои семейные обстоятельства, в общем, все хорошо, не переживайте, но сделаем в следующий раз. Как-то так, по-другому сказать не могу. Вот, по поводу, мне спрашивали вчера, почему вот Нивы, да, там есть. Видите, стоят гидроциклы. Вот их Нива вот эта загружает, короче, вталкивает воду и уезжает. То есть, все, она сделала свою миссию, как бы, ее здесь днем нет. Еще одна, допустим, Нива в этом же райончике, она подвозит, допустим, на бар, там, какое-то пропитание, там, чтобы вы приходили, там, кушали. И еще, там, и все остальное, то есть, как мне еще многие писали вчера в комментариях о том, что, не многие, а там вот индивиды есть, которые писали, что, как это правильно сказать, что ты до одного этого человека там докопался. Я не скажу по-другому. Вот просто я шел мимо, шел мимо своего бархана, шел на пляжик, снимал погодное видео. Была бы там местная машина, под шобок местная машина, была бы любая другая. А я не видел номера, не видел регион, я просто увидел, что машина стоит на бархане. Вот просто, и рядом с ней стоит палатка. Это не кемпинг, это пляж, в который, как бы, люди сюда приходят, и не позволяет себе никто стоять на барханчиках, в машинах с палатками. И вот с палатками туда дача, Верезовская коса, Бугатская коса. Выезжайте, останавливайтесь, то есть, там все люди так отдыхают. Сюда, вот, люди приходят с детками, без палаток для отдыха. И, как бы, я думаю, они тоже хотят не видеть рядом с собой машины, чувствовать запах бензина и так далее и тому подобное. То есть, никому это не надо. Вот сейчас вот эти гидрики уберут, все уберется, то есть, будет чистый пляж. Здесь просто они на ночь спаркуются, как бы, на охрану. Так что машины нам здесь не нужны, мы будем с ними очень сильно бороться. Вот такая красота, люди есть. Я тебе не буду говорить, что конец сезона, потому что люди реально есть. Подзаехали к нам, это очень хорошо, меня радует. Посмотрим, сколько градусов там у нас сегодня. Лягушечка, квакушечка покажет. Показывает, что температура воздуха у нас 28 градусов. Это 8.40 утра у нас там, ну, кто-то может сказать 27, кто-то сказать 28. Там где-то посерединке между 27 и 28. Точно прям вымерять не буду, так как мне не надо, я особо по этому поводу не переживаю. Закидываем лягушку. И начинаем измерение температуры воды. Пускай нам расскажут, сколько моречка сегодня у нас будет. Ну, по ощущениям, где-то градуса 24 должно быть. Ветер дул сегодня с берега. И, как бы, было волнение моря. Кристально чистого его нет. Он вчера нырял, плал он на затонувший корабль. Скоро будет видеоролик на этом канале, так что ждите. И переключайтесь еще, подписывайтесь на второй канал. Там все-таки происходят прямые эфиры гораздо чаще. Каждый день закат. И все эфиры вообще в скором времени будут именно там. Так, и еще что я хотел сказать. Что я хотел сказать, что я хотел сказать. А, на джипинг приглашаю к Светику. И поставить лайк за этот видеоролик. Буду всем и каждому рад. Надеюсь, вы успели налить себе кофе, чай. И приглашаю вас насладиться самым лучшим, самым вкусным, самым пахнущим морем нашим черным. Все, замолкаем временно. Продолжение следует... 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 2 секунды делов и ищем метку поставить где я был неужели Юра провтыкал а нет не провтыкал все хорошо такое течение смотрите вдоль берега что она уплыла почти на 2 метра хорошо что мне грузик такой ух ты а водичка 25 градусов даже не 24 а 25 не видите стремится даже подняться выше 26 всего лишь 3 градуса между воздухом воды вот как то так я поздравляю вас всех с этой ситуацией на море очень хорошо что вода очень теплая ну а всех остальных кто еще собирается к нам приехать или отдыхает у нас приглашаю на фотосессии красивейшие фотографии на память об отдыхе поселке витязева от лучшего от красивейшего фотографа сделаю для вас приходите надеюсь вам понравится и запомнится этот отдых навсегда и будете советовать своим друзьям приезжать только к нам наслаждаться этим красивейшим морем чистейшим воздухом и хорошим настроением и тогда все будет хорошо 8 числа будет камера 360 17 0 она приедет заказал сити линке ждите скоро скоро будем видеть этот весь мир 360 и вчера буквально звонит человечек светик говорит юрик что там с камерой ну заказали все должна приехать блин я еду мог бы вам привезти у нас продается в наличии есть но джаль конечно спасибо за предложение всегда радует мне в германии евгений очень сильно помог там со всякими девайсами которые мне были нужны и вот сейчас будет интересно я еще до GoPro не добрался работает она или нет снимал под водой в 4k то есть по максимуму загрузил будет затонувший корабль надеюсь все получилось все снялось и вам зайдет то есть попробую в ближайшие в ближайшие дни сделать монтаж этого ролика выложить под музычку поплаваем вместе со мной в общем всем хорошего настроения отличной погоды в душе в сердце будьте счастливы и наслаждайтесь каждой минутой своей жизни все всем пока пока с вами юрий озаровский с моря черного моря пляж кавказ поселок витязева лучший отдых анапский район пока пока